...по себе изначально вот это ударение не содержит. Получается, что это ударение само по себе используется как уже элемент мета-языка. То есть не ударение в смысле ударения, а ударение в смысле как способ записи какой-то информации о самом корне. То есть дело не в его ударении, а ударение это всего лишь техническое приспособление. Абсолютно. Это часть систем Анубандх, которые используют... Что такое Анубандх, Адха? Я думаю, что вы дадите лучшее определение, чем я. Нет, нет, нет. Я ничего не могу дать. То есть когда мне плохо, я открываю эту книгу. Это прекрасная книга, да. Когда мне плохо, я открываю эту книгу, и мне становится чуть легче. Вот что такое Анубандха? Это способ привязывания коровы к колышку? Ну, если метафорически описать корову как какие-то грамматические правила, которые должны применяться к чему-то, поскольку там колышек, то есть какая-то буква, это какой-то звук, вот, то да. То есть обычно этот звук, он потом удаляется. Иногда некоторые полностью исчезают, как, например, там суффикс, квип, да, он сам полностью исчезает в самом слове, когда мы используем этот суффикс. Но при этом мы знаем, что если название этого суффикса или этого глагольного корня, вот, хату, патхи, такое-то, то мы должны, мы должны будем удалить эти звуки. Но это означает, что мы должны будем применить определенные правила. И это получается очень удобно для запоминания и вправду. То есть если ты запомнил весь список именно определенным образом, тебе не нужно, скажем, запоминать бху саттайам, глагол бху в значении саттайам, который обязательно там, он сет, правильно, бху, бхавита, он сет, да. Ты просто запомнил бху, например, с определенной, ну, там, я не тот пример сейчас привожу, не бху, там, скажем, какой-нибудь другой глагольный корень, ты просто его запомнил, что он должен произноситься с этим акцентом анудата. Это просто уже означает, что он будет аниль. Недостаточно запомнить голый корень, получается.